Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан Вчера в понедельник начали, естественно, с обзора того, как здорово, весело прошла предыдущая неделя и какие на ней были праздники Хабиров охарактеризовал День Республики как важнейший и главнейший праздник для региона Выделил три основных события в эти дни Это визит делегации Белоруссии, визит делегации Абхазии И мельком упомянул, что приезжал вице-премьер Российской Федерации, господин Новак, о котором больше не было сказано ни слова Если с президентом Абхазии Хабиров закладывал стартовый камень колоннады на берегу реки Белой То есть самой колоннады, о которой так много и довольно смешно рассуждали жители Башкирии То вот с премьер-министром Белоруссии Хабиров открыл тот самый завод Амкадор О нем говорили на оперативном совещании много и с удовольствием Хабиров отметил, что ровно год назад этот завод Амкадор был заложен и всего лишь за год его построили Исключительно благодаря Андрею Назарову, как выразился Хабиров При этом Хабиров его охарактеризовал как, внимание, патриотического авантюриста То есть вот эту деятельность Назарова по строительству в течение года завода Амкадор Хабиров вот таким образом назвал Вообще, конечно, термин неожиданный, я его никогда не слышал, патриотический авантюризм Это, в принципе, очень широкое такое понятие и очень подходящее для многих-многих действий и событий, которые происходят в нашей стране теперь Ну, Хабиров, он не очень понимает, в принципе, смысл многих слов Ему просто понравилась, видимо, комбинация, но если долго и внимательно прислушиваться к этим словам и пытаться понять их смысл То он, конечно, абсолютно не соответствует тому, что вкладывал туда дорогой Радифаритович Вернемся к заводу Амкадор Сейчас этот завод производит какие-то малые веялки для сельского хозяйства То есть такие небольшие механизмы для просушки зерна Но планов громадье Хабиров намерен строить еще один завод Амкадор Теперь он будет называться Амкадор Алга И планирует его возвести в той самой особой экономической зоне Алга Вообще, конечно, с белорусами надо держать ухо востро и понимать вообще, что они делают Потому что, ну, помимо того, что Белоруссия по всемирным оценкам и рейтингам ведущих экономических изданий Является самой рискованной страной для инвестиций в мире То есть она хуже, чем даже Северная Корея Ну, а Россия на минуточку в этом рейтинге находится на седьмом месте Белоруссия на первом Так вот, те самые белорусы, они, конечно, ничего не инвестируют в наше производство Землю выделяют тут им бесплатно Строят ангары и всевозможные вот эти быстровозводимые строения тоже за счет наш Максимум, что делают белорусы, это привозят свои чертежи и показывают, как собирать трактор Но пока все, что здесь собиралось, естественно, было собрано из машинокомплектов, которые были сделаны в Беларуси Сама по себе техника, конечно, архаичная и устаревшая Двигатели очень старые и древние Но зато блестящая и новенькая Собственно, выбора особого нет Никакие передовые, мировые производители сельхозтехники заходить в Россию, конечно же, не будут Иранцы, у них своеобразное сельское хозяйство, вряд ли они нам чем-то могут быть полезны Сельское хозяйство Северной Кореи тоже не очень совпадает с нашим Ну, в общем, вот остался последний партнер Беларусь Повторюсь, техника Беларуси, это, конечно, очень древняя, очень старая Малопрогрессивная, но все равно что-то ездит, крутит колесами К примеру, например, автомобили МАЗ Ну, если только их не затаскивать на рынок за уши Конечно, они абсолютно неконкурентоспособны Очень дорогие и не очень удобные в обслуживании и эксплуатации Но, тем не менее, что есть, то есть Амкадор, белорусская техника Хабиров попросил Рустама Муратова, вице-премьера, курирующего вот эти все вопросы взаимодействия Дополнить информацию по Амкадору И Муратов сообщил, что, во-первых, государство будет на 60% датировать технику Амкадор То есть это тоже говорит о неконкурентоспособности этой техники То есть сельхозпредприятия, покупая веялку, сеялку или что-нибудь там еще от этого Амкадора Получат 60% ее стоимости обратно Офигенный кэшбэк По поводу нового завода Муратов рассказал, что Амкадор Алга планирует производить уже тракторы и грейдеры Что, собственно, наверное, более универсальная продукция, чем те малые веялки Всего на новом заводе Амкадор Алга планируется тысячу рабочих мест и 8 миллиардов инвестиций Вот здесь, конечно, вопрос, чьи это будут инвестиции Что-то мне подсказывает, что эти 8 миллиардов мы бахнем туда из бюджета А предприятием, на минуточку, владеет частично белорусы, частично кто-то здесь у нас То есть я не знаю юридическую конструкцию, но вряд ли это будет государственное предприятие Также Муратов рассказал о том, что кроме Амкадора и сельхозтехники Белорусы налаживают взаимодействие с Башкирией по линии производства троллейбусов горожанин Ну, вот это взаимодействие МАЗа, опять же МАЗа И Уфимского троллейбусно-трамвайного завода Оно породило вот этот вот троллейбус горожанин На прошлой неделе было известно о том, что то ли 4, то ли 5 этих трамваев были запущены Простите, троллейбусов Были запущены у нас здесь в Уфе и 11-й Литамаке Но следующие люди, типа Олега Арефьева, обратили внимание на то, что эти троллейбусы зеленого цвета А цвет троллейбусов, он как бы диктуется заказчикам Кто их заказывает, тот и обозначает цвет Так вот, зеленые троллейбусы были предназначены не для Уфы, а для Перми И как уж так получилось, что они достались Уфе, и один из них достался Стерльтамаку До сих пор загадка Ну, посмотрим Что Уфимский троллейбусный завод, что МАЗ Это, конечно, такие весьма своеобразные производства И когда они сольются в одно, будет что-то совсем интересное Впрочем, выслушав Муратова, Хабиров признал, что сотрудничество с Белоруссией у нас застопорилось И, как он выразился, мы жуем одни и те же проекты Ну, собственно, это было очевидно Если ты четыре раза подряд открываешь один и тот же завод То, ну, как бы, некое ощущение застоя появляется В общем, Хабиров потребовал продолжения банкета Оживить вот это взаимодействие с белорусами Помянул почивший в Бозе трактор-толпар времен Муртазы Рахимова Была такая забавная история, тут возникла идея Давайте мы в Башкирии будем делать свои трактора И даже сделали один трактор Ну, в общем, дальше этого дела не пошло Все-таки машиностроение и сельскохозяйственное машиностроение Это вещь такая достаточно непростая Наука емкая, как бы не казалось странным Потому что, ну, белорусы что, они трактор Беларусь Образца 65-го года там немножко перекрасили Чуть-чуть сделали другие панели И у них, значит, как бы новая техника Вообще-то в мире есть примеры значительно более технологичных решений Ну, как говорится, что есть Немного говорили о сотрудничестве с Абхазией Которое тут тоже у нас случилось на этих днях республики Но Хабиров очень метко заметил, что от Абхазии мы ждем хотя бы мандаринов Ну, собственно, да, мандарины на Новый год из Абхазии действительно мы получить можем И действительно Хабиров прав С такими партнерами, в общем-то, не надо рассчитывать на какие-то большие результаты Кроме древних тракторов и саморастущих мандаринов из Абхазии Завершая вступительную речь и вступительные материалы Хабиров поблагодарил своих коллег Ну, вот, тех, которых видел лично в тот момент За пять лет сотрудничества Ну, собственно, мы помним, да, что 11 октября 2023 года Исполняется, ну, формально исполняется пять лет С того момента, как Хабиров стал главой республики Башкортостан В той или иной ипостаси При том, что Хабиров благодарен своим коллегам, как он выразился Он отметил, что у него, цитирую, косяков в работе быть не может Ну, а то есть остальные все, значит, могут вполне себе эти косяки допускать И, видимо, во всем виноваты, значит, его подчиненные То есть, ну, так все мыслят, вот, люди недалекие Что я-то, конечно, д'Артаньян, а вы тут, значит, все в грязных фартуках ходите Характерно, что Хабиров перешел на воровской сленг Потому что, ну, косяки на воровском сленге и по фене Означают какие-то проступки, ошибки Которые, кстати говоря, достаточно в этом самом криминальном мире Жестко наказываются То есть, вот, Хабиров подстраховался и заявил, что он вообще абсолютно безгрешен Примерно, как Папа Римский И все остальные, значит, тут черви у его ног ползают Конечно, забавно, с одной стороны, с другой стороны, достаточно глупо, согласитесь Априори не признавать никаких своих ошибок, никаких своих проступков Тем более, что мы за эти пять лет видели столько глупостей Которые наделал сам лично дорогой Ради Фаритович Что, в общем-то, и не счесть их Соответственно, конечно, вот это заявление было Выглядело весьма глуповато, но вполне в стиле Хабирова Далее перешли к основной повестке И поговорили о ситуации в ЖКХ и на дорогах Собственно, центральной идеей и центральной темой обсуждения ЖКХ Естественно, стало отопление, которое, по официальным данным И, как заявил заместитель министра ЖКХ Юрий Палтусов Подано в полной мере и на все 100% 15938 многоквартирных домов на сегодняшний день обеспечены теплом 4193 социальных объекта тоже обеспечены теплом То есть, вот это такой совершенно герметичный доклад В том смысле, что батареи должны быть теплыми везде Согласно докладу Палтусова Что на самом деле сильно не так Палтусов понимает это и оговорился о том Что, ну, мы, конечно, подали тепло Но У нас же система завоздушена И сильно завоздушена И везде завоздушена То есть, на тепло можете не рассчитывать Пока мы вот этот зловредный воздух из батареи не выпустим И выпустим ли вообще Ну, все, в общем, как обычно Отдельно Палтусов отметил, что хуже всего Справились с запуском отопления в Уфе Относить это к талантам юного мэра Или просто относить к тому, что у нас в Уфе Сильно изношена инфраструктура ЖКХ Я не знаю, чего здесь больше Вероятнее всего, здесь все это вместе Палтусов подтвердил, что было очень много Гневных звонков по поводу отопления А именно 4600 за неделю звонков было на эту тему Елена Прочаковская с места Ей больше уже всерьез выступать не разрешают С места подтвердила, что вообще невозможно было дозвониться До службы ЖКХ, особенно в Уфе И потому весь этот гнев обрушился на аккаунт Хабирова Ну, что, собственно, конечно, закономерно У него же косяков нет Соответственно, вот такая история В продолжение истории с отоплением Отмечу, что, помните, как Прочаковская заявила Что за несуществующее тепло придется платить На самом деле, Елена Анатольевна действительно утверждала то, как есть Потому что жители Иглино, например, сейчас получили платежки за сентябрь Когда не было никакого отопления И местная энергоснабжающая организация настаивает Что нужно платить И даже какие-то местечковые юристы Тоже подтверждают, что по закону, да, как будто бы надо Вообще, конечно, надо напомнить еще раз Что платить нужно только за ту услугу, которая реально и фактически оказана Так что, ну, не знаю, как там будет выгляно В Уфе обещали за сентябрь не взыскать Не взыскать эти деньги Будем надеяться, что это так Министр транспорта и дорожного строительства Господин Колебанов, которого в узких кругах уже называют похитителем разметки Доложил о том, что за минувшую неделю произошло 56 дорожно-транспортных происшествий Пострадало 66 человек и погибло 9 Показатели пострадавшим и погибшим держатся ниже прошлогодних ДТП в Башкирии больше, чем в прошлом году Уже 11 783 человека задержаны в Башкирии в нетрезвом виде за рулем И я полагаю, что 2023 год будет рекордным И, скорее всего, этот показатель превысит 13 тысяч человек И, возможно, дойдет до 14 тысяч Пить за рулем стали больше Ну, или стали ловить лучше Не знаю точно Традиционно Александр Владимирович не говорил о ремонте дорог Мы вообще теперь об этом не говорим Обратите внимание С мая месяца никаких особых разговоров Ни про ремонт дорог, ни про разметки, ни про эти фонящие дороги Ни слова не было на оперативках Вообще Дороги у нас прекрасные, все отремонтированы, деньги освоены Но немножко поговорили о транспорте Хабиров что-то стал там вспоминать Мы же там 250 автобусов должны купить, средних и малых Клебанов говорит Да, да, до февраля купим Хабиров вспылил Нет, вы мне скажите, когда мы их купим Клебанов тут же говорит Ну, ладно, хорошо, в декабре купим Вообще, честно говоря, вот этот вот диалог был достаточно комичным Потому что речь идет о очень крупных и очень емких контрактах И речь идет о том, что производители автобусов, по крайней мере, в России сейчас Как бы зашиваются, у них стоят очереди Ну, да, еще есть китайские автобусы Вот эти вот Юнкандау, которые ездят у нас по городу Уфе С ними, конечно, все очень непонятно Тут есть большая вероятность того, что вот эти блестящие и красивые автобусы Очень быстро развалятся в течение года-двух При том, что они эксплуатируются очень интенсивно Вот это, конечно, есть такая опасность Ну, это касается любой китайской техники В том числе и автомобилей Но вот с автобусами так В общем, еще 250 автобусов накачают в нашу транспортную систему Хабиров и Клебанов Очень было бы интересно посмотреть с точки зрения цен, закупок У кого покупают, почем Потому что чувствуется, что вот это очень жирная тема Автобусы вещь дорогая 250 автобусов, могу предположить, что если они малые и средние, то это где-нибудь сумма уже за миллиард рублей Повторюсь, Клебанов ни слова не сказал про дороги, но эта тема не может уйти из повестки Да, сейчас снежком засыпят ямки Да, от снега не будет видно отсутствия разметки на основных магистралях И на многих других дорогах, о которых говорилось раньше Но потом придет весна Вот весной будет ад То, что они в этом году пренебрегли ямочным ремонтом и текущим ремонтом дорог За зиму и за эту осень, конечно, дороги придут в значительно более худшее состояние Которое, ну, нежели оно было, например, минувшей весной Напомню, а следующая весна Это весна выборов Путина И мы встретим эту весну вот с такими убитыми дорогами В общем, конечно, очень рискуют и Клебанов, и Хабиров Нарваться на серьезные вопросы стороны населения Но, повторюсь, они молчат, как пленные партизаны Опять вернулись к готовности объектов ЖКХ И транспортной инфраструктуры к зимнему периоду Хабиров потребовал от Палтусова, Клебанова и Мавлиева Доказать ему, что зимой Хабирову ничего не грозит В плане недовольства населения Ну, это Святая Троица Тут же, значит, на все лады стала доказывать Радио Фаридовичу Что все подготовлено на все 100% Палтусов рассказал о том, что в Башкирии 1645 котельных И 4000 километров теплосетей Что сформированы все аварийные ресурсы, запасы, ремонтные бригады Техника все стоит на готове, никаких проблем не будет И готовность коммунальной техники на данный момент 72% При этом Штат обслуживающих организаций укомплектован только на 78% Ну, единственное, что заготовили впрок И надежно, это противообледенительные реагенты То есть меня несколько смущает вот эта вот укомплектованность штатами У нас и раньше-то было немного вот этих коммунальных работников А теперь их еще и на 22% меньше, чем должно быть как минимум То есть это, конечно, довольно пугающая статистика Но, тем не менее, Палтусов проболтался То, что касается Клебанова Кто Клебанов рассказал нам о том, в каком порядке будут чистить дороги и проезды В случае, если у нас выпадет снег Он обязательно выпадет Первым делом будут чистить федеральные трассы У нас их 795 километров И за это отвечают отдельно нанятые организации Региональные и местные дороги у нас очищает Башкиров-Автодор А это 24100 километров Мы знаем, что в Башкиров-Автодоре не все сейчас, слава богу И вот рассчитывать на их усердие, конечно, не приходится А вот уличная сеть То есть это просто, проще говоря, улицы И дворовые, междомовые проезды Это все зона ответственности муниципалитетов 25500 километров у нас этих проездов и уличных дорог И вот все это будут чистить наши муниципалитеты Которым выдали недавно несколько единиц коммунальной техники Мы помним, как плохо это все было в прошлые годы Насколько управляющие компании и муниципалитеты вообще не заходили во дворы А если заходили, то один-два раза за всю зиму То есть, ну, готовьтесь, сограждане, в общем-то, покачать мускулатуру лопатами Потому что если будет снежная зима, то будет очень тяжело Впрочем, Клебанов уверен, что все силы готовы И обслуживание, очистка дорог и всевозможных проездов и улиц Будет осуществлено на все 100% То есть вот они стоят на своем, все готово, все прекрасно Я, например, очень хочу в это верить Ну и закончил этот триединый доклад Ратмир Мавлиев Который сообщил нам, что у него 418 единиц специальной техники в МУПах И он эту численность доведет до 475 за счет щедрой руки башкирского бюджета Еще 230 единиц техники есть в управляющих компаниях 156 единиц техники Ратмир Мавлиев привлечет со стороны Из того, что планирует купить, 39 единиц купит бюджет республики для города И 18 единиц город сам купит Всего у него задействовано в этой технической сфере 1705 водителей всевозможных самодвижущихся агрегатов по уборке города Ну, я не знаю, много это или мало Я помню, что у нас укомплектованность коммунальной техникой в прошлом году В среднем в Башкирии была 10% от того количества, которое нужно Всего только на город Уфу нужно около 2000 единиц коммунальной техники Мы едва набираем 1000 И то вот это все-все-все ржавые убитые полусписанные трактора То есть вероятнее всего этой техники у нас не больше 800 единиц Так что, ну, говорить о том, что Уфа, например, обеспечена коммунальной техникой Точно нельзя Ратмир Мавлиев упомянул свои любимые игрушки-погремушки А именно два снегоплавильных пункта Один из них традиционный и старинный на улице трамвайный А второй вот новенький, который на саги Тагиша Этот бизнес Мавлиев собирается развивать Я так понимаю, что это достаточно такое питательное место С точки зрения финансирования этих всех снегоплавильных заводов За счет бюджета города Ну и, естественно, с последующим перераспределением по карманам То есть Мавлиев намерен развивать сеть вот этих снегоплавильных пунктов Вот сейчас, когда начнется работа этого пункта на саги Тагиша Вот выпадет снег, начнут они его плавить Вот мы поинтересуемся, как там живется местным жителям Рядом с этим токсическим полигоном Кроме снегоплавильных пунктов В Уфе Мавлиев оборудует еще 12 снегосвалок Ну, их, наверное, и так было столько же, если не больше В общем, Мавлиев подытожил свой доклад Примерно так же, как Палтусов и Клебанов Он заявил, цитирую, «Уфа к зиме готова, не подведем» Давайте запомним эти бодрые заявления Мавлиева И посмотрим, как она будет готова зимой Хабиров Мавлиеву в большей степени Напомнил, что у финцы особенно требовательны к уборке снега И, надеюсь, все это будет работать Заявил Хабиров Конец цитаты Ну, то есть, он уже тоже не очень доверяет Я чувствую, что его очень беспокоит Достоверность всех вот этих вот речевок и докладов Потому что ребята эти намастырились Докладывать и снимать ролики А вот когда снег выпадет, может получиться так, что убирать его некому Далее был доклад министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова Об итогах уборочной сельхозкомпании в Башкирии Фазрахманов, понимая, что выглядит он в этом году более чем бледно Начал с оправданий Заявил, что пришлось лавировать между погодными качелями Зачем между качелями лавировать, совершенно непонятно Если качели сильно качаются, то могут и вдарить, как говорится, по затылку или в живот Не надо лавировать, надо стоять в сторонке от качающихся качелей Но Ильшат Ильдусович лавировал между качелями И, в общем, долавировался до того, что пришлось ему складывать урожайность зерна и зернобобовых Чтобы хотя бы натянуть несчастные 3 миллиона тонн Напомню, что в прошлом году у нас был рекордный урожай в 5 миллионов тонн И мы тут не знали, куда все это девать Собственно, довольно существенную часть зерна в прошлом году Просто попросту сгноили прямо под открытым полем Потому что благодаря титаническим усилиям Владимира Путина Российское зерно перестало продаваться свободно и по рыночным ценам А Башкортостану зерно девать оказалось некуда Оно довольно существенно сгнило Урожайность Фазрахманов обозначил в этом году Опять же низкую, 19,4 центнера с гектара в среднем по региону Это очень немного Ну, как-то же надо было перевернуть немножко доклад У нас же все хорошо, мы же везде преуспеваем И тут была гениальная задумка Знаете, что сказал Фазрахманов? Ну и что, что мы собрали только 3 миллиона тонн Это все равно на 1 миллион больше, чем нам нужно Вот тут, конечно, господин Фазрахманов продемонстрировал всю мощь демагогии Министерства сельского хозяйства Потому что он ни словом не обмолвался о том Что при столь низком урожае затраты на топливо, удобрение, обработку, зарплаты И прочие, прочие расходы сельского хозяйства остались примерно теми же То есть 3 миллиона, 5 миллионов, а расходы примерно те же Ну, понятно, что немножко объем разнятся Так вот, почему-то Фазрахманов не рассказал нам о рентабельности вот этой всей его грандиозной деятельности Что-то мне подсказывает, что там огромный жирный минус Ну, вот такую отмазку себе придумали На миллион лучше, чем совсем плохо, вот так скажем С учетом остатка прошлого года Фазрахманов подсчитал, что нужно полтора миллиона тонн зерна Где-то разместить и продать То есть это вот тоже прозвучало очень симптоматично В Башкирии практически не хватает, остро не хватает мощностей хранения для зерна И зерно остается вот открытым небом и там сгнивает Возникает резонный вопрос Так может вообще его тогда не сеять в таком количестве Хотя бы сэкономить на семенах удобрения и техники солярки Но, как говорится, тут не до этого Нужны рекорды, нужны новые рубежи Но вот в этом году Фазрахманов никаких рубежей не взял Голодать, конечно же, наверное, не будем Но, в общем и целом, сфера сельского хозяйства, конечно, потерпела фиаско в этом году в Башкирии Я думаю, что не то, чтобы там что-то заработать А как вот потом рассчитываться с кредитами Тут будут сейчас ломать голову Наверное, опять выйдут какие-нибудь дотации Немножко от них отпилят и все будет хорошо Отсматривая вчера запись оперативного совещания Я с удивлением наблюдал, что вот уже оно ближится к завершению И ни слова не было про специальную военную операцию Я думаю, что произошло? Ой, ну ничего Завершили оперативный совещание Как раз докладом на тему реализации мер по поддержке семей участников специальной военной операции Доклад делала не случайно министр финансов и где самого Лира Закуановна Она, собственно, распределяет все вот эти вот гигантские средства, которые уходят на ту самую поддержку Она обозначила 37 мер поддержки, которые сейчас действуют в Башкортостане для членов семей участников специальной военной операции И условно их можно разбить на две большие группы Это то, что можно получить бесплатно и то, что будет датировано госпожой Игдисамовой К бесплатным мерам относятся проезд на транспорте Общественном транспорте для членов семей, детей, жены и так далее Без очереди и бесплатный детский сад для детишек Питание в школах и средних профессиональных образовательных учреждениях Отдых и лечение и сертификаты на обучение Это вот можно получить бесплатно всем членам семей участников СВО Датироваться будет тоже кое-что На 100 тысяч, например, будет датироваться газификация, если таковая необходима По сниженным ценам дадут дрова, если вам нужны дрова Ну и обнуление пени ЖКХ и так далее, вот такие вот мелкие льготы Собственно, что уже госпожа Игдисамова смогла сделать в этой сфере Вот эти цифры, которые она приводит, конечно, косвенным образом говорят нам О количестве мужчин, которые сейчас ушли туда, в зону СВО, именно из Башкортостана 3400 детей получают бесплатные услуги в детских садах 4100 детей бесплатно питаются в школах 3765 школьников и студентов пользуются бесплатным проездом на транспорте Ну, также 556 студентов обеспечены бесплатным питанием 178 семей получили бесплатные сертификаты на 50 тысяч рублей на переобучение 867 путевок в санатории выдала Лира Игдисамова нуждающимся 258 сертификатов по 100 тысяч рублей на газификацию И 290 семей участников специальной военной операции получили дрова по льготной цене в 21 веке Игдисамова, к сожалению, не сообщила нам совокупную сумму затрат бюджета на эти все благодеяния Было бы очень любопытно Вообще, вот этот вопрос, как специальная военная операция финансово действует на экономику страны в целом регионов отдельности, бюджетов разных уровней Вот эту вот силу, вот это влияние хотелось бы уже начинать понимать Я как-то на досуге стал считать, какие средства, ну вот, гробовые, зарплаты участников СВО попадают непосредственно в регион И, честно говоря, пришел в изумление На самом деле, вот по моим пока еще грубым подсчетам В Башкортостан конкретно поступает до половины бюджета самого Башкортостана за счет вот этих выплат Вот откуда этот всплеск потребления и вот, собственно, откуда рост цен Потому что вот эти все деньги, пришедшие в виде зарплат или, не дай бог, гробовых выплат за участников СВО Конечно же, нужно забирать обратно То есть государство должно их впитать обратно в себя Потому растет ЖКХ, потому растут цены в рознице, растут цены на всякие коммунальные услуги и прочие вещи Мы тут китайские автомобили продаем населению в два-три раза дороже, чем они стоят в Китае Ну, надо выкачивать А еще на будущий год поднимут цены на коммунальные услуги Например, газ подорожает на 20% Так что приток этих денег, конечно, в конечном итоге ничего не значит для благосостояния россиян Завершая оперативное совещание, Хабиров внезапно решил пояснить, что же означает его загадочная фраза, которую он произнес 5 октября в Курултайе О том, что он запускает проект Башкортостан 3.0 Все ломали голову, и я тоже, что за фигня, какой такой Башкортостан 3.0 Ну, может быть, это там Рахимов, Хамитов, Хабиров, там третий глава, там прочее Что такое 3.0, какой 3.0? И вот Хабиров, видимо, решил не держать нас в неведении и расшифровал Оказывается, никакого Башкортостан 3.0 не существует Он вообще не понял, что сказал Вообще он имел в виду Башкортостан 2030 Вот, вот так вот вообще Речь идет о том, что он сейчас хочет гениально и прозорливо спрогнозировать развитие Башкортостана до 30-го года И потом идти, значит, семимильными шагами к этой дате Хабиров оговорился отдельно, что вообще-то надо было прогнозировать Башкортостан 2040 или даже 2050 Ну, знаете ли, изменчивый мир вокруг, вот примерно так он сказал, да Обстоятельства такие вот изменчивые, что, ну, только на 6 лет вперед он может прогнозировать ситуацию Вообще звучит пугающе Потому что это говорит нам о том, что Ряди Фаритович не просто собирается в 2024 году переизбраться и в 2028 году уйти Потому что, как бы, нельзя больше двух сроков Я думаю, что он действительно питает надежду, как вот Владимир Путин остаться, значит, у руля региона, в общем-то, практически навсегда Уф, вот от такой перспективы, конечно, не то, чтобы дух захватывает, а, как бы, немножко меркнет свет Потому что, как бы, ненастойчиво намеревался Хабиров избираться, значит, в 2024 году на второй срок Все-таки надежда на то, что его не будет у нас после сентября 2024 года, многих не покидает Ну, тем сильнее будет разочарование, когда мы увидим в итоговых, значит, бюллетнях госпожи Макаренко Опять какие-нибудь 80-процентные цифры в поддержку Хабирова, как это было в прошлый раз Ну, в общем, вот так Ряди Фаритович пытается, значит, прогнозировать свое и наше будущее уже на перспективу 6, а то и 16 или 26 лет Редактор субтитров А.Семкин